Была паровая, стала дровяная. За последний год в здании Кировской городской бани открывали и кафе, и батутный центр, но только не баню. И вот, наконец, свершилось долгожданное событие. Открыть баню, да еще и социальную, стало возможным при поддержке городских властей. Помещения сияют новизной, везде аккуратно, уютно, комфортно. Сразу бросается в глаза, что городская баня заметно поубавила в размерах. Была на 26 мест, теперь на 18. Но зато значительно прибавила в эстетике. А вот и первые посетители. Как вообще относитесь к бане? Я всегда отношусь хорошо к ней. Регулярно ходили? Да, 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 да. Ходили сюда регулярно. Обязательно. С другом ходили сюда обязательно. Только так. Цена устраивает. 250 устраивает, но время маловато. Надо сделать побольше. Я очень люблю ее. Ждали баню? С нетерпением. Во всех помещениях Кировской городской бани выполнен капитальный ремонт. Проведена полная модернизация оборудования. Но главные изменения произошли с парилкой. Была паровая, а стала дровяная. Такая парилка значительно полезнее. Но при этом, хочешь пар, плесни воды, не хочешь, пожалуйста, сухой жар. Раньше у нас баня работала на парогенераторах. То есть стояли электрические парогенераторы. Вода кипятилась. Подавался пар под давлением. Сейчас у нас стоит печка на дровах. Люди сами температуру парной регулируют. Будут регулировать сами. Именно количество сухой или влажный пар тоже сами. Поддать жару сможет каждый самостоятельно. Все устроено совершенно безопасно. Оттопится новая печка березовыми дровами. Почему березовым? Потому что от них жар больше. И как бы чище дымоход. Ну, сосна на растопку начинается, потому что это более дешевый материал. А дальше поддерживание температуры. И вот именно она, топка, сама поддерживание температуры, это уже березовое. Все это стало возможным благодаря поддержке и помощи со стороны городской администрации и Хибинского центра развития бизнеса. Предприниматель подал заявку на участие в конкурсе бизнес-проектов «Делай дело», который проводит центр. Проект «Социальная баня» был поддержан жюри, в состав которого традиционно входят представители Кировской администрации, АО «Апатит» и самого центра. Бизнесмену был выделен грант, который позволил отказаться от старого затратного оборудования и поставить современное. Мы поддержали этот проект, потому что он не только бизнес-проект, он с большей частью и социальный проект. Русские ходят в баню не только за чистотой тела, но и за чистотой души. Это вообще место, где люди встречаются, разговаривают, место, так сказать, встречи. Поэтому мы рады, что сегодня эта баня заработала, и люди практически всех, всех категорий граждан могут ходить в эту баню. Здесь условия есть для всех. Этот проект был поддержан именно с учетом его социальной значимости. У власти есть абсолютное понимание необходимости работы в городе такого объекта, как баня. Но в первую очередь при учете ее доступности для льготной категории населения. И это предпринимателям было учтено. Баня открыта легкого пара. Баня работает 4 дня в неделю с 12.00 до 22.30. Четверг и суббота мужские дни, пятница и воскресенье женские. В продаже абонементы. А теперь о главном. Два дня в неделю, четверг и пятница. Для пенсионеров по возрасту при предъявлении пенсионного удостоверения с 12 до 18 часов льготное посещение. Сеанс полтора часа стоит 250 рублей. Продолжение следует...